В Ярославле прошел предновогодний бал. На паркет вышли курсанты Высшего военного училища противовоздушной обороны и студентки педагогического колледжа. 53 пары показали свое умение красиво двигаться в сопровождении духового оркестра. Какие танцы стали визитной карточкой праздничного вечера, узнала моя коллега Анна Лазоркина. Виктория Бабаева учится на втором курсе педагогического колледжа. На долгожданный бал приехала с сокурсницами. Вместе они тщательно готовились. Платья для торжества шили на заказ. Изящные и воздушные, чтобы было удобнее танцевать. Танцами я занимаюсь очень давно, а вот такое мероприятие. Я участвовала в прошлом году, это было незабываемое. Просто мне очень понравилось. Когда в этом году предложили, я подумала, это второй шанс еще раз попробовать. В этом году еще масштабнее. И мы поставили три танца очень красиво. Знакомство будущих танцевальных пар было очным и через соцсети. Кто-то дружит уже год после прошлого балла. Познакомились с девочкой, она позвала танцевать. Я не отказал. Подготовка была довольно-таки трудная. Так как учились очень много учебы и совмещать очень тяжело. Но мы все старались. Все уделяли максимум времени, чтобы подготовиться к этому мероприятию. Если в прошлом году на вечер пришли 100 ребят, то в этом в два раза больше. К мероприятию готовились месяц, репетировали. Традиции балов 18 века восстанавливают в Ярославле. События проходят уже во второй раз. Как и положено, аккомпанируют оркестр, пары на паркете, исполняют вальс. Помимо вальса обязательный кадриль и котельон. А еще игры и конкурс на лучший танец. У ребят настроение очень позитивное. Они, кстати, очень с трепетом относятся к этому событию. Особенно наши студентки очень ждут каждый год и планируют в дальнейшем продолжить эту традицию. Для многих из наших ребят выступать в качестве танцоров – это впервые. Они, конечно же, никогда, может быть, раньше и не имели отношения к танцам. Но сейчас все прониклись каким-то особым чувством, которое им помогает сейчас и вальсировать, и реставрировать те исторические танцы, которые они покажут, и нежно относиться к своей даме. Вдохновение организаторы и участники бала черпали из эпохи Петра Первого и Анны Иоанновны. Следующий танцевальный вечер продолжит добрую историческую традицию. Анна Лазоркина, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости.